22 декабря в Украине отмечается День энергетика. Праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. И также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика – праздник всех, для кого понятие «тепло» и «свет» – это не просто слова, а ежедневная кропотливая работа. Жители Ильичевского вполне могут оценить работу энергетиков города. В наших домах тепло, на улицах светло и напряжение в электросетях дает возможность пользоваться всеми благами цивилизации. Поэтому в профессиональный праздник энергетики получают искреннее поздравление. Сегодня замечательный день, сегодня День энергетика. Этот праздник, он имеет определенную историю, был принят в 1966 году в честь плана «Гоорло», который был утвержден в 1920 году, то есть в начале 20 века. Несомненно, он не зря определен, как 23 декабря, наверное, для того, чтобы население и народ оценил на самом деле работу энергетиков. Поскольку это самый бедный энергетический день, самый короткий день и самая длинная ночь. Чтобы необходимость в этих людях была более полная, чувствовалась. У нас в городе эти компании причастны, так сказать, к этому дню, к этому празднику. Это Ильичевский теплоэнерго, Ильичевский городской свет и компания, безусловно, Ильичевский район электрических сетей. Все эти люди достаточно образованные, грамотные специалисты в своем деле. Мы это чувствуем по эксплуатации сетей, по качеству предоставляемых услуг. Практически за прошедший год мало было аварий, мало было предоставлено неудобств. И это, конечно, радует. Я хочу пожелать директорам предприятия, их коллективам, близким, да, собственным горожанам, всем в этот день крепкого здоровья, счастья, успехов, безаварийной работы. С праздником, с Днем энергетика. Съемочную группу Ильичевского телевидения пригласили на торжественное собрание работники Ильичевского района электросетей. Дружный коллектив РЭС порадовался за коллег, награжденных почетными грамотами городского головы Валерия Хмельюка. Это электромонтер Василий Лыс, малярская группа Зинаида Ломбарская, ведущий инженер ПГТ Наталья Лазанова, бухгалтер Татьяна Коломойцева, электромонтер Михаил Голованов, контролер энергонадзора Александр Мельник, контролер энергонадзора Наталья Милета, контролер энергонадзора Людмила Кривцова, техник группы по работе с бытовыми потребителями Яна Хачатурян, инспектор инспекции энергонадзора Ирина Белик. Руководство Одесса Облэнерго также отметило в отчетными грамотами электромонтера Сергея Римского, инженера Ольгу Невестенко, водителя Сергея Покшивана, инженера Ольгу Поломарчук, инженера Ольгу Бодяк, электромонтера Николая Кушниренко, кладовщика Татьяну Коржову, оператор Ирину Павленко. Хотим поблагодарить руководство Одесса Облэнерго, профсоюзный комитет Одесса Облэнерго за оценку нашего труда, оценку труда нашего коллектива и будем продолжать работать так же добросовестно, как и до этого работали. Чтобы Ольгинск не знал проблем с подачей электроэнергии. Мне было очень приятно получить награду за свой труд и буду стараться в дальнейшем работать на благо жителей. У нас маленький, слаженный и очень трудолюбивый коллектив, который работает не сколько положено работать, а сколько необходимо работать для поддержания сетей в надлежащем состоянии. И ночью, и вечером, и утром, и днем, когда это необходимо. Руководство Одесса Облэнерго подтверждает высокий уровень работы речевских энергетиков. В этот праздничный день, День энергетика, все коллективы энергетической компании подводят итоги работы за прошедший год. Одесса Облэнерго сегодня отмечает достойную работу за прошедший период. И Ильичевский РЭС, один из лучших РЭСов в этой компании. Все обязательства, которые были поставлены перед коллективом, выполнены достойно. И хочу сказать, что Ильичевский РЭС, в частности, привел и содержит энергетические сети города и районов в надлежащем состоянии. Благодаря самоотверженному труду этого коллектива. Мы видели это при награждении большинства рабочих, награжденные в честь этого праздника. Я скажу, что самая низкая аварийность в Ильичевском районе, в Ильичевском РЭСе. И, безусловно, это заслуга всего коллектива, ну и, безусловно, его руководство. У нас полный контакт с городским управлением жилищно-коммунального хозяйства и с его техническими службами. Большую помощь оказывает заместитель городского головы Лариса Владимировна Пичевчий. Благодаря работе Ильичевских энергетиков, нашим горожанам не страшна даже самая длинная зимняя ночь. И с каждым годом значение эффективной энергетики только возрастает.